этой неделе были гости если помните томас и ольга миссионеры они у нас пожили дома некоторое время и они рассказали к ним приехал отдыхать один пастор из молдова и рассказал свидетельство как он уверовал но это удивительное свидетельство и мне захотелось очень поделиться с вами всеми но свидетельство искал до господа лес вас этот человек работал судьей то есть человек и работал катус идея и он был судья такой справедливый но не верующий и бил справедливо судья но и не не бил верно и у церкви были наложены какие-то там штрафы или что-то и церкви то и мало некты глобби и пришел помощник пастора к судье и помощник на пастора утил а при тоже судьям объяснил ситуацию объяснял ситуации ну ладно я как могу вам помогу и тоже сиди оказывал как-то много что вы помогли помощник пастора говорит у меня такое желание появилось спросить у вас есть библия и помощник на пастору пита и модели библия он говорит нет и так разве ну так я вам подарю а что вы подаря и подарил это я решила подари библия и это судья это здесь не открывает библию варя библия там малахия малахия третья глава третья глава кто помнит о чем-то я помню за какой там все рассказываю почитайте дома что время не тратить да прочь ну там бог говорит о том что вы вы обкрадываете меня там был казвачиме открадывайте спрашивать чем об краб 2 тем что не приносите десятины дом отца моего и он штудирует раз читает эту главу второй раз третьей и то есть за почву до 4 глава ошты ошты помощник пастора приходит к нему на следующую встречу вас на пастор и он говорит ну-ка объясни мне что тут написано это же сидя пита объясними как но потому что тут написано что вы обкрадываете да это судья чёт крат вами от бог и и он начинает ему объяснять про 10 помощник на пастора за почву на обоснял он это как я могу десятину принести дай пита к руку даду нас ну приходите в церковь и принесите десятину доказывай классно церкву и донесет или сетка и он приходит в церковь чтобы принести десятину и через это он уверовал время стал пастором если время и стану пас да но это просто удивительная история делительная история и и брат томас говорит а давайте будем дарить библии вкладывать ну бог он он действительно он удивительный бог и удивительным поэтому ну хотела вас вдохновить что даже через это бог может касаться людей и мы тоже проверяем бога реально через десятину да когда у нас не хватает нашей веры мы говорим бог мы хотим видеть твою славу мы приносим тебе свою десятину поклоняемся тебе давайте мы помолимся да за наши приношения дорогой господь я я благодарю тебя за то что ты даешь нам возможность господь